Ща, 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 подожди. 12 мая 2019 года один аноним на 4chan загрузил странную фотку с подписью. Если вы не будете осторожны в неправильных местах и сможете вывалиться из реальности, вы окажетесь за кулисьей, где нет ничего, кроме вони старых влажных ковров, сводящего с ума желтого цвета, бесконечного шума флюоресцентных лам и примерно полтора миллиарда квадратных километров рандомно разбросанных пустых комнат, в которых можно попасть в ловушку. Да помилует вас Господь, если вы услышите, что кто-то бродит поблизости, потому что оно наверняка услышало вас. Идея понравилась аноним, и уже спустя пару дней на реддите появился пост, посвященный данной крипипасте. А через некоторое время появился и отдельный сап-реддит, где люди собирали всю найденную информацию об этом мире. Нет. Шен, мне спасибо. Как все-таки попасть за кризис и... Спасибо за твоплатную подписку. Патрон, спасибо за переподписку. Роземаре, спасибо за подарочную подписку. Амонти, спасибо за переподписку. Леже бэкрумс на английском языке. Нет определенного метода, но основная мысль в том, что иногда в нашем пространстве появляется дыр, через который можно провалиться в огромный мир за кулиси. Прямо как в играх, когда вываливаешься... А шо, если это все правда? Ведь есть много людей, которые пропадают без вести, которых никто не может найти. И таких людей на самом деле очень много. И что, если на самом деле они попадают туда? В за кулиси. Все за текстуры. Как бы, да, реально за текстуры. Чисто люди, которые за текстуры, нахуй, этого мира выпадают и все. И пиздец. Да что, блядь! Ой, я, блядь, я тоже самое, нахуй, только что сказал. Ты че за мной повторяешь, дядя? Предположительно, они как раз-таки попадают туда. И для того, чтобы вы понимали... Пиздец, люди из-за текстуры выпадают, я в ахуй. Насколько он большой, то его площадь равна, как 90 российских государств. И навряд ли вы... Так, почему ты, в пример, привел 90 российских государств? Почему не 200 украинских? АААА! Привет. Очень давно с подругой смотрим твои стримы. Я знаю, сейчас она смотрит, хотя я тебя люблю. Сахарок, спасибо тебе за 400 рублей. И Эльджан, спасибо тебе тоже за 100 рублей. Когда-нибудь дойдете до конца. Так что же это такое? Кто-то утверждает, что вся наша жизнь простая видеоигра, поэтому за пределами нашего пространства находятся неиспользованные куски локаций, из которых и состоит закулисье. Другие твердят, будто бы Крум создан нашим подсознанием. Так или иначе, все сходятся во мнении, что закулисье состоит из множества уровней. И сейчас я о них расскажу вам поподробнее. Подождите, вы заебали своим кампусом. Дайте мне посмотреть про закулисье. Вдруг это все правда? Надо быть готовым. Итак. Если вы вдруг провалитесь за текстуры. Допустим, вам все-таки не повезло, и вы напоролись на дыру в нашем пространстве. После чего вы оказались в комнате с желтыми обоями, ковром и жужжащими флоресцентными лампами. Также будет запах сырого ковра. Куда бы вы ни пошли, везде будут такие же комнаты. Вы оказались в огромном лабиринте. Можете ходить сколько угодно, но вы наверняка здесь одни. И не трудно догадаться, что это все просто одно огромное лиминальное пространство. Подробнее о нем можете узнать вот в этом ролике. Можете посмотреть его после этого. Если что, я вам напомню. Так вот. Можете ходить сколько угодно, везде будет одно и то же. На уровне не обнаружено никаких сущностей, в том числе и людей. Если вы увидите, услышите или встретите что-то, что вы посчитаете человеком, знайте, что это не так. Также интернет, связь, GPS и тому подобное здесь не работает. Бля. Как выяснилось, в закулисье есть и другие локации, кроме желтых стен. А как выбраться? А это нулевой уровень. Чтобы перемещаться между ними, вам нужно совершить определенные действия. Закулисье кампуса. Как правило, банально просто найти вход. Пользователи говорят, что этим входом являются двери с лестницей или лифт. Но спешу огорчить, что большинство теряется и погибает еще на нулевом уровне. Да, это мормок, и че? Сняли блекиты спустя третьего года? Ты когда ставить собираешься? Дед, бери. Скоро. Спасибо, 130. Это огромный просторный склад с бетонными полами и стенами, торчащей арматурой и низковисящим туманом, источник которого не обнаружен. Туман часто образует конденсат, создавая лужи на полу в различных местах. В отличие от уровня 0, на данном уровне содержится постоянный запас воды и электричества, что делает его пригодным для жизни при соблюдении мер предосторожности. Также пространство уровня является более разнообразным, включая в себя лестницы, лифты, отдельные комнаты и коридоры. Ящики с припасами появляются и исчезают случайным образом. В них часто содержатся жизненно необходимые предметы. Еда, миндальная вода – это, кстати, единственная пригодная для питья жидкость в закулисе – батарея, оружие, одежда и медикаменты. Но также они могут содержать и бесполезные вещи. Автомобильные детали, коробки цветных карандашей, использованные шприцы, мыши, шнурки, мелочь, волосы и многое другое. Кроме того, на стенах иногда появляются небрежные рисунки, не имеющие смысла, происхождение которых неизвестно. Известно, что они изменяются и исчезают, если не освещать или не находятся в поле зрения. Светильники в пределах уровня 1 склонны мерцать и выходить в строй через неопределенные промежутки времени. Когда это происходит, но запасы могут необъяснимым образом исчезать. Рекомендуется носить с собой надежный источник света и спать, держа в руках все предметы, которых вы не хотите лишиться. Это, кстати, первый уровень, на котором вы можете кого-то встретить. Можно побыстрее разговаривать. К сущностям, обитающих на уровне, относятся безликие, представляющие человекоподобных существ. Ходят обычно по 2-3 сущности, бывают в виде детей и взрослых. Взрослые, кстати, более дружелюбны, если их не провоцировать. Ходят они с острыми вещами, по типу осколков и кусков металла. Встреча с ними вам вряд ли обойдется смертью, ведь они просто пытаются запугать странника. Также на уровне есть гончи. Это гуманоиды, похожие на собак. Настроены враждебно. Могут растерзать любого невооруженного. Но если установить с ними зрительный контакт, то можете избежать конфликта. Еще на первом уровне изредка появляются кожекрады. Существа, поедающие людей и носящие их плоть. Нейтральные, когда они голодны и если не провоцировать. Могут говорить, скорее просто повторять фразы, когда-либо слышавшие. Все эти существа редко атакуют в группах. Избегают света и большого скопления людей. Помимо монстров, вы можете встретить и людей, как одиноко... Что, там опять ответка, что ли? Я не помню. Что это такое? Я даже чую это, блядь. В бродящих таки группы. Например, на уровне находится первая крупная база БИК. Большая исследовательская группа. Она занимается исследованием Бэкрумс и помогает странникам. Найти ее можно рядом со входом на уровень. База у них довольно хорошо защищена. Проживает здесь половина всей группировки и сможет вам помочь едой и жильем. Еще рядом есть Центральное торговое объединение НТОС. Это большой городок с плохо развитой инфраструктурой. Проживает около 400 человек. Еще на локации есть запасочные атомы. Можете сходить и пообедать там. Нанча просит фотку паспортных данных. Биометрию по лицу это норм. Просто можно доверять им такую личную инфу. Блядь, чел, ну глупые вопросы задаешь. Это вообще-то самая крупная, скажем так, биржа получается. Но я думаю, да, можно доверять. Спасибо за 120 рублей. Ну а Том это бывший шеф-повар, провалившийся в эту реальность. У Алина? У Алина, здравствуйте. Приветик. Вы когда-нибудь были в закулисье? Уровень 2 преимущественно состоит из серых бетонных служебных тоннелей, идущих на миллионы километров. Трубы, торчащие из стен и иногда попадающие в вентиляции, часто заполнены вязкой черной жидкостью. Иногда могут попадаться двери, но большинство из них закрыты или ведут к тупикам. Оф, НПЖ, я один дома. В этих комнатах обычно располагается... А какая разница, один дома ты или с кем-то? Ты смотри, блядь, дурак, это полезная инфа, нахуй. Но если ты там окажешься в закулисье, чё ты потом делать будешь? А вот так вот окажешься там, а потом вспомнишь мой стрим. И всё. Со случайным набором предметов. Иногда там могут находиться... Да ёбаный ёбан. Спасибо за 180 рублей, Чирик. Спасибо. Компьютеры. В определённых частях коридора температура может становиться невыносимой, достигая 43 и выше градусов. Чаще всего... Что такое кампус, подождите, что ли? Алина, ты мои стримы не смотрела? Последние 3-4 стрима получается, или что? Я сейчас чё-то вообще не понял. Обычно в конце коридоров. А как? А должна была... Конечно. Пиздец? Шум, исходящий из вентиляционных шахт, может быть вызван крадущимся. Также вы можете встретить сущность Марка в ванных комнатах для сотрудников. К другим сущностям относятся улыбающиеся, дети безликих, многорукие, гончие, самцы смертамоле, безумцы, горячие и коже крады. Об этих и других сущностях я вам расскажу как-нибудь в другом ролике. И единственное, что вам нужно знать, бегите, как только увидите кого-нибудь из них. Бегите в противоположную от них сторону тоннеля. Но сущность на данной фотографии не была опознана. Судьба фотографа также остается неизвестной. Но несмотря на столь непригодное место для проживания людей, там они всё-таки есть. Группа выживших из 29 человек, исследовавших тоннель. Их лидер, Остин. Они дружелюбные. И открыты к торговле. Хранят свои припасы в деревянных ящиках, которые нашли на уровне 3. Откуда эта информация? Они были первыми, кто... То есть кто-то оттуда выбрался или чё? Людей, потерявшихся за кулиси и сойдя с ума, превратившихся в всех самых безумцев. Также на уровне есть офис Эльза. Это офисное пространство. Странность офиса Эльза заключается в том, что несмотря на постоянный перебой электричества второго уровня, офисное пространство имеет 9-ти вольтный источник питания, а также 20 хорошо работающих телевизоров и ноутбуков с доступом в интернет. О, прикольно. Можно Соловьёву будет смотреть. Эльза является содержимым для большого количества людей. Чтоб с ума не сойти. На данный момент их проживает около 30. У офиса есть довольно хорошая оборона, имеют огнестрельное оружие, миндальную воду и припасы добывают путём обмена добытого им электричества на продовольствие. Уровень 2 это последний уровень, в который можно попасть из нашего мира. Всего можно провалиться в 3 уровня. Нулевой, первый и второй. Также попасть на второй уровень можно, проведя долгое время на уровне 1. Твоё вот так. Олеся, спасибо тебе тоже за... Да не ты, Олесь, а... Привет, дамы и господа, с вами как всегда, я, МС Сорока. Ха, да, всегда, пожалуйста. Чего, блядь? Народин! Эй, дохуй, Алиса, ты чё мне включила хуйню какую-то? Чё за херня, блядь, вылезла вообще? Я сейчас не понял, блядь, чё это такое... Чё это такое... Чё это было, блядь? Я в ахуй. Это пиздец. Что я сейчас увидел? Ребят, подпишись, пожалуйста, на мой телеграм-канал. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Пжж-пж-пж-пж-пж-пж-пж-пж-пж-пж-пж-пж-пж. Пожалуйста. В отличие от предыдущих локаций, на уровне 3 тоннели ужин, а комнаты меньше обычного. Не, я, я... Мне зачем это искать? Я знаю, как пикапить. Надо быть просто... Надо просто быть мной, всё. В смысле ловит вай-фай? То есть я чё, оттуда могу соединиться с внешним миром? Вдоль потолка и стен на этом уровне приходят трубы, что позволяет легко отличить его от других уровней. Рекомендуется как можно скорее покинуть этот уровень из-за его опасности. Однако на уровне 3 есть много полезных предметов. То есть если я туда попаду, я смогу в телегу скинуть всякие видосики, как я гуляю по закулисью. Прикольно, бля. В силах вы можете остаться на нём для пополнения припасов. Попасть можно через незакрытую дверь на уровне 2. Поэтому, ребят, подписывайтесь на ТГ, мало ли я когда-нибудь за кулисью попаду. Я вам сразу скину всё там, чё, кого, как бы. Который сможет вас выбросить на уровень 4 или 5. Ну, кстати, тоже как вариант. Буду по коридорам гамма группировки БИК, являющейся их третьей колонией. Население примерно 50 человек. Да, блядь! Да, сука! А вдруг ты? Это вообще вчерашний клип. Так, короче, баньте людей, которые скидывают клипы, которые вообще не имеют никакого отношения в данной ситуации ко мне. И в данном случае. Причём, пермочим, нахуй, раздавайте. Заебали уже! Здесь опаснее, чем на ранее перечисленных базах. Ведь иногда происходит нападение сущностей. То, что я вам рассказал, это лишь малая часть огромного мира за кулисьей. На ней десятки, а то и сотни уровней. Различные монстры и группировки. События, которые происходили за всю историю Бэкрумс и многое другое. Так что, если вдруг вы будете идти домой после тяжёлого дня и неожиданно провалитесь в жёлтую комнату с коврами, то, может быть, вспомните моё видео и оно спасёт жизнь. Пропадает на стримах Ксесуса, Хесуса и не только. Прошу пожелать моему другу и коллеге Дайна здоровья, счастья и просто всего хорошего. Если можно, Вовк, всему чатик. Спасибо, Абор Тивум. Спасибо тебе за донат. Спасибо. Напишите в комментариях, делать ли ещё подобные ролики про за кулисьей. Ааа. Ладно, короче, интересная история, ничего не скажешь.